Из НР Арнат Албеста, из НР Ананджела. Очень приятно, что мы встретились с вами в этой аудитории, в которой сегодня посвятим время и получим удовольствие от восприятия музыки наших композиторов Хакасии и восприятия поэтических строк Валентины Кирилловны Татаровой. Сегодня прозвучат вокальные, романцевые сочинения. Конечно, хочется в таких случаях всегда говорить, что такое вокальное сочинение. Это сплетение в двух видах искусств. Это слово и музыка, и звук. Собственно, то, что всегда было характерно для нашей культуры, хакасской культуры, музыкально-поэтическое такое единство. И, конечно же, композиторская школа, которая сегодня ярко представляет наш союз композиторов, и вот буквально передо мной выступал председатель этого союза. Композиторы смогли очень тонко донести вот эту традицию единства слова и музыки. У нас союз композиторов представлен творчеством многих талантливых музыкантов. Это Юрий Егорович Киштеев, это и Наталья Кирилловна Баранова, Нина Викторовна Катаева, молодые, Зинаида Даниловна Носевец, Маганакова и так далее. Их очень большое количество. И, конечно же, в своем творчестве они обращаются к поэзии многих хакасских поэтов, одна из которых сегодня предстанет на этой сцене Валентина Кирилловна Татарова. Готовясь к этой встрече и знакомясь с музыкальными произведениями, мне задавалось вопросом, а почему именно Валентина Кирилловна? Да потому что ее образы, они очень знакомы и близки, пожалуй, каждому жителю нашей республики. И очень приятно, что именно на стихи Валентины Кирилловны будет создан и издан сборник композиторов хакассии, в который войдет большое количество музыкальных, локальных, романсовых сочинений. Это будет музыка и Павла Михайловича Паркаякова. Вот сегодня мы о нем помним, мы его чтим, мы знаем его как человека очень тонкого, очень немногословного. И вот эти черты, конечно, были отражены его в музыке. Это сочинение будет представлено в сборнике. Так же, как была представлена музыка Натальи Кирилловны Барановой. Будет представлена в тахпахе, записанной Кларой Ефимовной Сунчугашевой. И сегодня вы услышите, насколько музыка эта действительно в себе содержит фольклорную основу. Мы сегодня познакомимся с сочинениями Юрия Егоровича Киштеева, который также обратился к творчеству Валентины Кирилловны Татаровой. Я знаю, что Юрий Егорович очень тщательно относится всегда к выбору стихов. Он говорит о том, что стихи должны содержать смысл. Они должны внести определенную мысль, а мы композитори ее доносим. Поэтому не случайно он обращается к таким поэтическим строкам, как «Быль», «Солнце бубен», «Из глубины веков», «Дама оттуда». Достаточно, вы сами слышите, очень глубокие философические тексты. Мы сегодня услышим сочинения и Александра Саможикова, с присущей ему такой эмоциональной напряженностью, такой надрывностью, которую он смог проявить в музыке. Также в этом сборнике будут представлены и сочинения Владимира Роздобордина. И мы знаем одну из его ярких песней «Белые всадники». Это, пожалуй, такая ключевая визитная карточка творчества Валентины Кирилловны, которую впервые великолепно исполнил Александр Киштиев. Я думаю, многие эти исторические моменты в жизни Республики Хакасии помнят. Также очень приятно говорить и о молодом композиторе Оксане Герасимовне Аллахтаевой. В свое время к ней обратились написать музыку в спектаклю Валентины Шубаевой. И так возникло музыкальное сочинение, которое также будет представлено в сборнике «Огни театра». И, конечно же, мы должны говорить и о Игоре Баргаякове, чьи произведения также вошли в этот сборник. Я надеюсь, я сегодня представила всех композиторов, которые обратились к прекрасному творчеству нашей любимой Валентины Кирилловны Татаровой. Ну что же, давайте мы своими аплодисментами пригласим на сцену первых исполнителей, которые сегодня представили в этом сайте. Спасибо. Спасибо.